Добрый день! С вами Юлия Черняева и пришло время универсального формата на телеканале Самарагис. Всех приветствуем, всем желаем хорошего настроения. Не устаю повторять, что очень желаю всем хорошей погоды, но и, конечно же, активно приглашаю вас принимать участие во всех наших прямых эфирах. Телефон 202-11-22 вам сегодня пригодится, потому что, я думаю, будут вопросы к нашим гостям. Это, во-первых. Во-вторых, приготовили мы для вас очень интересные розыгрыши. Это не только пригласительные билеты на концерт, филармонию, битлз с глазами московского блюза, но и также киноспектакль «Иван Грозный» в киноцентре «Вертикаль» в рамках театрального киносезона. Напомню еще раз, телефон 202-11-22. Ну, а у нас сегодня культурно-просветительский центр «Кириллица», духовно-просветительский центр «Кириллица», и я с большим удовольствием буду вам представлять сейчас наших гостей. С нами здесь руководитель Духовно-просветительского центра «Кириллица» Ирей Максим Соколов. Здравствуйте. Здравствуйте. А также с нами здесь педагог дополнительного образования, тренер по рукопашному бою Андрей Селиверстов. Здравствуйте. И кадеты Свято-Андреевского кадетского корпуса. Давайте знакомиться с ними. Алексей Данилов. Здравствуйте. И Георгий Эрадзе. Здравствуйте. Ну что, если вы уже, как поняли, мы тему обозначили, давайте будем принимать ваши звонки, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Ну что, отец Максим, наверное, вам слово. Хочется немножечко нашим зрителям рассказать, что собой представляет центр «Кириллица», как давно существует, кто занимается там и что, как вообще происходит это. Ну, духовно-просветительский центр «Кириллица» существует уже более пяти лет, и задача нашего центра, собственно, отражена в его названии. То есть через культуру, через духовную культуру, через культуру образования, через культуру нашего языка, через культуру, и в том числе физическую культуру, воинскую культуру, через картины, хор и так далее. Доносить до детей все то богатство великое, на котором мы живем, все то богатство, которое сохранило в себе наше Отечество, сохранило в себе русская православная церковь, ну, в конечном счете, русский народ. А форматов очень много, очень много самых различных вариантов, каким образом мы пытаемся это донести до ребят и до взрослых людей. И дальше, наверное, вот мы подробнее по этим форматам. Но если самое простое, как бы, по основным нашим подразделениям, одно из важнейших и главных наших подразделений, которые вот сейчас представлены, это кадетский корпус, Свято-Андрейский кадетский корпус. Это кадетский корпус, который набирает ребят от 7 лет и до возраста, до призывного. В этом корпусе ребята могут научиться не только военной подготовке, но, естественно, и тому, как раньше русские офицеры проводили время, то есть танцы, бальные танцы. Воспитывать со всех сторон. Да, то есть это полное, мы пытаемся дать, это не основное воспитание, то есть ребята приходят к нам после основных учебных заведений, но это воспитание, которое как раз именно дополняет основное образование, так, чтобы люди могли быть всесторонне развитыми и физически, и душевно, и духовно, и эстетически. Вот, конечно же, это, дальше мы с вами увидим на фотографиях, это и дополнительное образование, в котором мы очень тесно и хорошо сотрудничаем с детской школой искусств номер 3, эстетическое направление. Там вот уже ребята, которые занимаются как профессионалы, художественным, творческим, изобразительным искусством, хорами, причем как классический хор есть, так у нас и сегмент есть народный, который сегодня, я думаю, тоже будет представлен. Это, конечно, и сотрудничество последний год, вот в прошлом году мы стали сотрудничать со средней образовательной школой 154-й, потому что было достаточно большое количество родителей, по сути, тех же самых наших прихожан, в том числе, которые хотели бы, чтобы дети получали не только образование основное, но и духовное окормление. И вот благодаря усилиям нашим и, конечно, директора Корниловой Натальи Николаевны, ей очень благодарна за это, мы сформировали первый-второй класс кириллица, в следующем году будет третий еще класс у нас. Множество форматов, есть дети, которые просто приходят не в кадетский корпус, не в основное образование, а просто занимаются в воскресной школе или каким-то видом творчества. А потом уже, да, для себя что-то решают расширять. Да, да, то есть у нас нет такого очень жесткого отношения, что вот или ты вот с утра... Ходишь, либо не ходишь, да. Каждый может выбрать себе тот формат, который ему по душе. Конечно, мы рады, если дети у нас занимаются и тем, и другим, и разными направлениями. Есть у нас и дошкольный сегмент, опять-таки тоже по инициативе, по просьбе наших прихожан, которым хотелось, чтобы детский садик, детское дошкольное образование было при храме, были созданы группы дневного пребывания, где также прекрасные у нас педагоги преподают и помогают этим детям выйти в жизнь. Ну, мы на этом, конечно же, будем сегодня останавливаться более подробно. Сейчас, наверное, хочется показать вам фотографии с открытия храма. Это, если я не ошибаюсь, прошлый год, 2014-й. Нет, храм, да, у нас открыт, слава богу, уже достаточно давно. Мы про центр говорим. А центр тоже существует у нас уже около пяти лет, но просто он начинался вначале в формате церковно-приходской школы, вот, а дальше потихонечку развивается, и сейчас даже, можно сказать, чуть даже побольше достроен он, то есть еще одно крыло сейчас строится у нас в данный момент. Сколько же одновременно там может поместиться детей, сколько сейчас у вас вот детей? Ну, у нас около, от, больше 700 сейчас в настоящий момент занимается в разных кружках, секциях, в кадетском корпусе, то есть вот общая численность такая. Почти, ну, где-то между 700 и 800 человек у нас численность вот такая. И мы надеемся, что будет еще. Еще больше. Андрей Михайлович, ну, вы как руководитель, да, направления такого очень серьезного рукопашного боя, и под вашим, я так понимаю, руководством как раз-таки вот эти бравые ребята, да, кадеты. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в кадетский корпус, что это для вас значит, и что за ребята вам вот попались на вашем пути, таком, педагога? Ну, попал, скажем так, наверное, как все тренера. Я тренировал, раньше тоже взрослый, правда. Вот, сам являюсь мастером спорта по самбо и дзюдо, вот, и поэтому решил просто попробовать. С детьми. Работая с детьми, да. Ну, не скажу, что все прям сразу получалось, но начали работать с ребятами. Ну, свой подход, конечно. Да, то есть за, в общем-то, скажу, короткое время ребята, в общем, достигли кое-каких результатов. И в рукопашном бою, и в универсальный бой, вот, рукопашный бой у нас и призеры, и чемпионы области, и призеры всероссийских турниров. Вот, по армейскому рукопашному бою тоже выступали в Нижнем Новгороде, в Дивееве, тот же вот Алексей занял там первое место, Георгий – третье место. Вот, универсальный бой тоже в селе Борском, были соревнования по универсальному бою Щитневского, всероссийский турнир, очень крупный, больше 15 регионов там соревновалось. Вот, тоже ребята заняли призовые места, Алексей занял второе место, двух там номинаций «Лайт контакт», «Борьба» и рукопашный бой. Вот, и еще там ребята, которые не смогли сегодня быть, но они тоже с нами всегда, вот, в общем, у нас, скажем так, ну, хорошие… Хорошие ребята, будущие чемпионы, в конце концов. А у вас только мальчики занимаются? Нет, девочки тоже, вот у нас девочка по универсальному бою тоже, Карина Лазарева заняла второе место, вот, тоже есть хорошие перспективы у нее в дальнейшем. У них у всех есть, ну, как будто она вот у нас недавно занимается, и вот… Уже результаты какие? Результат, да, да, вот, налицо. Леш, ну, тебе вопрос. Как давно ты, вот, кадет, и как так получилось, что твоя семья приняла такое решение тебя туда направить? Ну, я занимаюсь почти с начала открытия центром. Вообще, я сначала заинтересовался рукопашным боем, чтобы заниматься, ну, развиваться, достичь каких-то результатов. Так, как твои родители отнеслись к твоему выбору? Ну, они отнеслись положительно, ну, чтобы лучше уж пускай я занимаюсь спортом, чем гуляю где-нибудь по улицам, по дворам. Ну, расскажи, как проходит твой день. Ты просыпаешься, идешь на занятия в обычную школу? Да, иду на занятия в обычную школу, потом прихожу домой, готовлюсь к походу на тренировку, а вечером делаю уроки, отдыхаю. Ну, а выходные чем занимаешься? Выходные, ну, прихожу на занятия. У тебя есть выходные? Да, есть выходные. На занятия хожу, езжу на дачу. Ну, сейчас, тем более, такой сезон уже начинается. Как твои одноклассники относятся к твоему увлечению? Были ли какие-то такие моменты, что они, может быть, тебя как-то поддразнивали или сразу только серьезно отнеслись к твоему выбору? Да нет, у меня хороший класс, ну, все почти тоже занимаются спортом. Они отнеслись положительно, мы друг друга интересуемся, кто как занимается, что занимается. Какие победы, да? Приходится тебя болеть, если где-нибудь на территории Самары ты выступаешь, твои одноклассники? Да, приезжали пару раз. Приятно, да? Ладно, Эдуард, расскажи, как так случилось, что ты тоже решил заниматься? Георгий, прошу прощения, да. Ну, я занимаюсь уже четвертый год, меня, я по друзьям, друзья занимались и пригласили меня тоже, но я заинтересовался этим сразу, с первого занятия, мне стало интересно, стал посещать, потом познакомился с Алексеем, ну, и мы вместе начали ходить на рукопашный, так же бой. Ну, кроме рукопашного боя, какие у тебя еще в кадетском корпусе есть занятия, что вы еще там делаете? Военно-прикладное искусство всяческое, горно-спасательное, оружие, стрельба, строевая подготовка и всяческие военные нормативы и необычные, ну, необычные льдового солдата, так же сержантские нормативы сдаются. Вот. Постоянно ездим на соревнования по военно-патриотическому значению именно. Не мешает это школе, вот, такое дополнительное твое образование? Нет, я после учебы, так же, как и Алексей, хожу на дополнительные занятия. Ну, вы пошли в кадетский корпус. Для чего? Вы хотите свою дальнейшую жизнь какой-то военной стезе связать? Или это просто для общего развития у вас? Да, связать хотеть. Куда хочешь, Леш? Ну, в военное училище после 11-го. А в какое, если не секрет? В Лизанскую. То есть уже как бы так себе что-то наметил такое? Да. Понятно. Ну, а ты, Георгий, куда? Нет, я военно не выбрал направление. Мне просто нравится этим заниматься. Ну, а вот когда вы идете такие красивые по городу, наверняка кто-нибудь что-нибудь говорит. Я, по крайней мере, так точно могу что-нибудь сказать. Какие красавчики. Это всегда приятно, когда форма. Это у вас какая-то парадная, красивая, нарядная форма? Или вы так ходите каждый день? Нет, это именно парадная форма. Обычно мы ходим в обычный, повседневный. В обычный такой, который, в принципе, все. А куда это можно надеть? Балы, какие-то прохождения строем, какие-нибудь... Праздники. Праздники, да. Наши кадеты привлекают периодически и в почетные каравулы. Ну, конечно. Знаменная группа. Знаменная группа. То есть, это... Сейчас вот постоянно праздники у нас шли в связи, в том числе, с 70-летием Великой Победы. И наши кадеты очень достойно себя показали. Украшали, конечно. Да, те люди, кто смотрели репортаж вот с праздника, видели, конечно, что кадеты наши были одним из центральных таких звеньев этого праздника. Большого, действительно, достойного праздника, который мы тоже стараемся поддерживать. Ну, у нас есть фотографии к эфиру подготовленные, как раз-таки посвященные они жизни и работе, в том числе кадетского корпуса. Давайте посмотрим и попросим наших сегодняшних гостей рассказать, что это. Вот Андрей Михайлович скажет, наверное... Ну, это, наверное, Георгий, наверное, после реля какого-то у вас там, да, был? Да, это по ссенованию награды. Ребята, с наградами, со знаменем. Здесь знамя, это присяга у нас была, у нас каждый год присяга, вновь прибывших кадетов. Разного возраста. Да, там с первой и по пятой кадетские классы, там другой немножечко у них, не как в школе обычно. Но присяга все как полагается. Да, дают присягу, целуют крест Евангелия, знамя. Ну, здесь уже с казаками был выезд, да, какой-то, это истаничный, видимо, легион. Здесь это Назараницы. Награждение с руководством парки. Да, награждение мэра там было. Но здесь уже немножечко это другое, немножечко там воскресная школа, по-моему. Но вообще, кроме... Вот Мария Владимировна, это глава императорского дома, ну, Романовых, одного из, так, основной ветви Романовых. Также в свое время приехала, награждала наших кадетов знаками от своего императорского дома, взяла их как бы под свое покровительство. Вот ребята занимаются у нас в том числе иконной подготовкой, выездкой. Ох, как будто бы кадр из какого-то фильма. Ну, это да, это бы тоже присяга в храме. Вопрос, ну, вот, допустим, очень многие, да, кто-то начинает, а есть ли те, вот, Андрей Михайлович, кто не выдерживает этой нагрузки? Ну, вот, бывает, что человек понимает, что это не его. Что касаемо спорта, ну, есть такие ребята, но мы стараемся работать с ними не в плане того, чтобы сделать из них чемпионов, а, в первую очередь, помочь ребятам, чтобы они обрели уверенность в себе, вот, нашли смысл жизни. Если что касаемо борьбы рукопашного боя, то, в общем-то, работа над самим собой, в первую очередь. Вот, и поэтому здесь самое главное научиться именно вот этому. Борьба, наверное, она может быть и дает в какой-то степени, стимулирует человека, учит ему это. Оркестр есть у вас тоже, да? Да, конечно. У нас есть духовой оркестр, он тоже относится к кадетскому корпусу, да, еще стоило, наверное, сказать, что у нас руководитель кадетского корпуса Юрий Максимович Павлов, вот, а руководитель оркестра Олейников Михаил Дмитриевич. Духовой оркестр у нас очень тоже известный, так скажем, по городу, приглашают их на очень многие праздники. Ну и действительно, духовой оркестр именно подростков, это, в общем-то, уникальное явление. Сейчас вообще-то духовой оркестр достаточно редкость, да, большая. А уж тем более подростки, которые вот от буквально младшего школьного возраста и до старшего школьного возраста, каждый играет на своем инструменте. Это здорово, это, конечно, и нам самим нравится, и людям нравится. А, собственно, вот в этом, научить человека служению, служению отчизне, служению другим людям, вот это вот то, что мы пытаемся сейчас противопоставить как раз психологии потребления. Вот, поэтому ребята учатся преодолевать себя, учатся служить Родине и друг другу, вот, церкви, ближним своим. Вот, и когда они этому научаются, даже если они за это не получили какие-то очень высокие звания, да. Ну, это пригодится, конечно. В любом случае, да, то есть человек растет в радости. Потому что человек, который научился служить другому человеку, вот, он всегда найдет радость, потому что всегда есть люди, которым нужна помощь, нужна защита в качестве крепкой руки, нужно слово ободрения или людей, которым можно что-то с чем-то поделиться, с чем-то красивым, музыкой, искусством и так далее. А есть ли какой-то отбор? Они проходят какой-то, я не знаю, ну, как сейчас модно слово, кастинг или конкурс какой-то, чтобы попасть в кадетский корпус? Ну, в общем-то нет, конечно, по заявлению родителей, естественно, да. То есть мы, как и всякое дополнительное образование, работаем по заявлению родителей. Но в настоящий момент, слава Богу, вот при помощи, как я уже говорил, и детской школы искусств, руководительниц тоже стоит, я думаю, назвать, Александрову Наталье Юрьевне очень давно и много нам помогает. И при помощи других подразделений, с кем мы сотрудничаем, пока мы можем вместить тот поток, который к нам приходит, вместить, да. Пока что, так скажем, у нас отбора нет. Я надеюсь, что его никогда не будет такого, что мы кому-то скажем, что, знаете, вы нам не подходите. Тем более, что вот универсальность, как вот у вас программа называется, универсальный формат, в этом смысле у нас тоже универсальный формат. Тот, кто не может бороться, да, он может пойти на художественные какие-то... Это именно такой вот интересный сезон, театральный киносезон, в киноцентр «Вертикаль». Спектакль называется «Иван Грозный». Кинобалет, сейчас вам такая вот ремарочка, 24 мая, «Киновертикаль». Вопрос простой, для тех, кто знает историю, никакого труда он не составит. Назовите династию, к которой принадлежал по отцовской линии великий князь Иван IV. Ждем ваших звонков и уже через пару минут возвращаемся сюда, в студию, будем плясать, петь. Ну, в общем, рассказывать про то, как творчески развиваются ребята, которые посещают духовно-просветительский центр «Кириллица». Не переключайтесь. Жительница блокадного Ленинграда Клара Полякова, дорогой гость в любой школе Ленинского района Самары. Рассказывать детям о самых тяжелых днях своей жизни – мой долг, говорит женщина. Только так можно объяснить школьникам, как люди не сломались во время войны и выжили благодаря огромной любви к родине. Отца не взяли в армию, и в ополчение в народное не взяли, потому что оставили его защищать определенные объекты. Он принес кусок конины. Лошадь разорвала снарядом, и вот эти куски конины люди разобрали. И вот этот кусок конины, у нас шесть человек семьи было. И этот кусок конины мы не съели одни, а этот кусок конины сварили на общую квартиру. Мы жили в коммунальных. Коммунальная квартира, у нас восемь семей было. И вот это вот все свалили, и все вместе ели. Это говорит о большой взаимопомощи. Ученики 6-й детской школы искусств с большим уважением относятся к ветеранам и приглашают их на свои концерты. Улыбки этих людей для маленьких артистов – лучшая награда. При подготовке к нашим концертным номерам дети уже начинают интересоваться историей нашей, изучают даже свою родословную. Внимание, конечно, очень приятно ветеран, потому что ветераны всегда с удовольствием встречают наших детей. И, соответственно, конечно, и дети тоже с любовью, добротой стараются вложить частичку своей души. Концертные программы, посвященные 70-летию Победы, будут проходить в учебных заведениях весь май, чтобы каждый ветеран имел возможность прийти пообщаться с молодежью, вспомнить песни военных лет. Это было так давно, ой-ой-ой. Ну да, помню. Красивое платье, сама такая молодая, да, помню. Что-то и очень, это всегда очень трогательно и очень волнующе и очень радостно-печально. Было очень здорово. Мы все были в белых бантах и форме. Мы пели песни, танцевали школьный вальс, гуляли. Было здорово. У всех слезы на глазах. Всем было жалко. И расставаться с школой, какое-то такое волнение. Ездили за платьем, покупали, танцевали вальс. Вот это помню. И потом пошли через поле домой из деревни. Так что приходилось 7 километров полем идти. Ну, романтика. Рожь уже колосилась. Встречаемся до сих пор. Как бы не все. Но в интернете, в одноклассниках постоянно общаемся. Ну, у меня, если так, по большому счету, три звонка было. Школа, институт и академия. Я военный человек в прошлом. Что запомнилось? Запомнилось. Все, оно проводится в одном и том же стиле. Русском стиле, к сожалению. И сейчас это продолжается. Это обязательно нужно, так сказать, застолье. Хотя, конечно, нужно менять менталитет. Уходить от этого. И вот нынешнее правительство делает правильно, что ужесточает меры против курения и алкоголя. Употребление алкоголя. Банкет? Концерт, прощальный вечер. Как мы все плакали с учителями, прощались. Я помню. Ну, платье, конечно. На набережной были. Тогда не было теплоходов кататься. Просто гуляли все вместе. Ну, просто молодость. Красивое время было. Ну что, продолжается наш эфир. Телефон студии 202-11-22. И несколько минут назад был задан вопрос. К какой же династии по отцовской линии относится Иван Грозный? Иван IV Грозный. Есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Анастасия. Анастасия. Очень приятно вас слышать. Я так понимаю, с историей хорошо знакомы? Ну, неплохо. Неплохо. Ну так к какой же династии относится Иван IV Грозный? А, династия Рюриковичей. Да, или как в фильме Иван Васильевич меняет профессию. Рюриковичи мы. Все правильно. Отправляйтесь на кинобалетах. Завидуя вам. Эффект присутствия в одном из лучших залов киноцентра «Вертикаль». Ну и вдогонку, наверное, нашим зрителям уж очень хочется. И необходимо просто разыграть также для вас пригласительный билет на концерт, который называется не иначе, как «Битлз. Глазами звезд московского блюза. 21 мая. Филармония». Вопрос такой с подвохом, но все же для знатоков коллектива или просто для тех, кто хочет послушать хорошую, качественную музыку, вот как звучит. Ровно половина участников квартета «Битлз» левши. Кто же это? Назовите нам эти имена. Всего два имени нужно из этих музыкантов выяснить, так что давайте звоните. Я же вам представляю наших следующих гостей. И по-прежнему с нами здесь духовно-просветительский центр «Кириллица». И вот давайте знакомиться. Рядышком со мной воспитанница детской школы искусств номер 3 «Младость» Вероника Маврина. Здравствуйте. Также с нами здесь педагог по фольклору Наталья Гребнева. Здравствуйте. Концертмейстер Валентин Костюков. Здравствуйте. И еще один кадет, это Алексей Верхолазов, кадет Свято-Андреевского кадетского корпуса. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, ну вам слово, я так понимаю, творчество бурлит, кипит, все поют, танцуют, рисуют. Да. Творчество в нашем центре бьет ключом. Вот. У нас, ну лично я руководитель народного хора, который у нас представлен там армейской песней в Духовно-просветительском центре «Кириллица». Также у нас есть академический хор, руководителем которого является Щербакова Светлана Владимировна. Также у нас работает художественное отделение «Макаров Виктор Юрьевич». Также у нас хореографическое отделение, там представлены и народные танцы, и бальные танцы, инструментальное отделение. Отдельно стоит отметить еще недавно образовавшийся оркестр народных инструментов. Мне кажется, вам целый квартал скоро надо будет строить, чтобы все уместились, поместились для репетиции, чтобы территория была. Ну а вы давно работаете уже в центре? Да, я в центре работаю уже четвертый год. Ну и как вообще, не пожалели на секундочку? Нет, ни на секунду не пожалела, потому что приходится работать в основном с мальчиками, это, конечно, тоже опыт такой колоссальный в педагогической деятельности. Ну и вообще очень интересно, потому что сама жизнь культурная Духовно-Простительского центра очень интересная, разнообразная, очень много мероприятий, концертов, праздников проводится. Кстати, насчет праздников. Есть у нас фотографии, которые также к эфиру вы подготовили. Предлагаю посмотреть праздники яркие, летний отдых и какие-то удивительные мероприятия, которые у вас проводятся на территории центра и за его пределами. Это яблочный спас, который проходил у нас на территории центра. Вот здесь выступает наш казачий ансамбль. Это отдых в детском лагере «Золотая рыбка». То есть отдых тоже у вас? Да, да, у нас дети выезжают в детские лагеря. А что они там делают? Тоже какая-то программа у них общая? Да, они отдыхают, вот как вы видите, для них проводятся всевозможные мероприятия, веселые старты. Здесь у нас был рождественский концерт в Духовно-простительском центре Кирильца. Это мероприятие по горно-спасательной. Это у нас ребята выезжают в Царевщину в летний лагерь, живут в палаточном лагере. Вот там вот проводятся для них всевозможные соревнования. Это мы выступаем в конно-военном спортивном клубе «Легион». Ну вот, мои участники, воспитанники. С кашей. С кашей, конечно, куда ж без нее. А это у нас праздник славянской письменности Кирилла и Мефодия. Запускаются обычные шарики, белые голуби. Это у нас рождественский праздник непосредственно для наших родителей, которые также проводятся еще. О, это самые, наверное, требовательные, но в то же время благодарные зрители. Да, да, благодарные зрители. Но это тоже у нас день славянской письменности. Ну вот у вас накануне, мы сегодня собрались, праздника, что-то уже готовится? Да, готовятся мероприятия, которые будут проходить в рамках празднования. Дня славянской письменности. У нас будут выступать и наши академические хоры, и наши бальники. Я так планирую, вот поэтому думаю. Валентин, как давно вы работаете в центре? В центре я работаю около двух лет. Так. Ну, конечно, очень интересно, очень насыщенно. Как заставить мальчишек петь и плясать вообще? Ну, солдатская служба, она всегда сопровождалась... Песней. Песней, да. И поэтому для них трудности не составляет запеть что-то, подпеть. И поэтому с ними заниматься одно лишь удовольствие. Наверняка многие стесняются, да, сначала? Ну, это вначале, а потом уже, смотря на старших кадетов, глядя, как они поют, как с азартом они поют. Вот, и поэтому включаются и тоже поют. А мы сейчас самого нашего младшего сегодня участника эфира спросим. Леш, как давно ты занимаешься? Кто тебя привел в центр, в кадетский корпус? Привел меня Бог. Я потерял крестик, и тогда я пришел за крестиком. Ну, там продавщица мне сказала, вы не хотите ли пойти в наш кадетский корпус? Вот. Поэтому Бог меня привел в этот кадетский корпус. Занимаюсь я там уже, это четвертый год уже идет. А тебе сейчас сколько лет? Мне сейчас 12 лет. Так, ты бросать, я так понимаю, не собираешься? Нет. А вы в военное училище пойдешь? Ну, скорее всего, да, тоже в Рязанское. Вот. То есть у меня дальше есть планы. Грандиозные? Да. Так, а чем ты помимо военных каких-то дисциплин занимаешься и что делаешь? Я занимаюсь рукопашным боем, пением, танцами и играю самоучно на гитаре. Вот это да. Как времени-то на все хватает? Ну, знаете, я вот человек такой, который у меня, вот родители постоянно мне говорят, ты должен быть первым, ты должен во всем выступать, всем. То есть если ты не успеваешь, ну, не получается у тебя иногда, то ты должен хоть с позданием, но вернуться туда и доделать свои дела до конца. Приходят ли твои родители на твои выступления? Естественно. Что говорят? Гордятся тобой? Да, гордятся, потому что я выступаю и в своей школе, и на всяких концертах, вот с Натальей Рафиковной. Вот. Мне кажется, я нашел своего педагога, который мне помогает во всем и учит меня петь. Ну-ка, Наталья Рафиковна, расскажите нам про Алексея. Что он умеет? Какие перспективы у него? Может, ему в музыкальное училище, а не в военное? Ну, я думаю, что Алексей, наверное, в дальнейшем сам решит, чем же ему заниматься, потому что можно заниматься и в военном училище, и петь там в хоре, да, играть, танцевать. Вот. Ну, Алексей у нас является солистом нашего ансамбля Свято-Андреевского кадетского корпуса. Несмотря на то, что вот он три года занимается, он уже у нас лауреат и победитель многих фестивалей, конкурсов, и в дальнейшем вот мы его планируем дальше продвигать. Да, Алексей? Я думаю, он согласен, вот, поэтому все будет хорошо. Друзья, у нас, как у Чехова, если есть ружье, выстрелит, если есть баян, сыграет. Но вы пока, я думаю, сейчас готовьтесь морально, так сказать, настраивайтесь, я не знаю, там, переглядывайтесь, какую песню будете петь. Я хочу у нашей Вероники спросить, ты у нас стипендиат премии мира. Расскажи, как так с тобой случилось такое? Ну, меня преподаватели выдвинули. Ну, сначала как-то радовались, что просто выдвинули, а потом сообщили, что я прошла, и награждали в колонном зале. Это все торжественно было. Где? В колонном зале, награждал сам мэр, были художники. Музыканты известные. Музыканты, да. Скажи, пожалуйста, как давно ты рисуешь, и почему решила заниматься в центре? Ну, занимаюсь я уже три года изобразительным искусством, мне очень нравится. Ну, получилось так, что я сначала занималась в воскресной школе, изучала старославянский язык, и потом как-то я очень хотелось научиться профессионально, ну, очень хорошо рисовать, и вот встретила моего преподавателя Виктора Юрьевича, и вот начала заниматься. Помогает тебе как-то преподаватель твой, вы уже с ним какой-то определили твой стиль, в каком стиле ты рисуешь? Ну, я рисую гуашью, он задает тему, я рисую просто или на конкурсе, на выставке. Ну, у нас, кстати, есть фотографии со школы искусств, я предлагаю посмотреть, я так понимаю, что вот мы видим сейчас, да, здесь педагога, да, педагога, я так понимаю, тоже, ты, как и Алексей, нашла своего, да, педагога, с которым, я так понимаю, будешь дальше, продолжать работать. В детской школе искусств, кроме рисования, музыки, танцев, что еще, какие направления есть? Вот, может быть, еще какие-то, я не знаю, удивительные, новые осваиваете? У нас есть еще военно-исторический клуб «Легенда», который занимается восстановлением каких-то там исторических... Реконструкции, да? Да, реконструкции, да. А ты не поешь, Вероника? Нет, ну, я занималась хори, но потом как-то все-таки... Решила рисовать? Да. Это в Туле, с тульским пряником, с гастролями уже у вас, кстати, ребята ездят куда-то, выступают? Да. Где бывали уже? Ну, вообще, ездили на фестиваль в Татарстан, на Алексеевские перезвоны, также они у нас выступают по области на всех мероприятиях, это и в Большую Черниговку ездили, и в Тольятти ездили. Вот, каждый год выступаем на Троицком фестивале в Малой Царевщине, то есть такая гастрольная... Гастрольная деятельность, активная. Активная, да. Вероника, ну вот кому хочется, может быть, сказать слова благодарности? Есть такие люди? Ну, конечно же, благодарна своему преподавателю Виктору Юрьевичу, именно он меня научил, все награды благодаря нему, я ему очень благодарна. Собираешься учиться дальше по этому направлению? Конечно, да. Будем иметь в виду, у нас растет великая художница будущая. Ну что, у нас время музыкальной паузы, остается до конца эфира 4 минутки, я думаю, нам хватит. Алексей, что будем исполнять? Исполнить будем частушки. Частушки? А откуда частушки-то берутся у нас? Из архивов откуда-то? Кстати, откуда берете частушки? Ну, вообще, мы периодически ездим в расшифровки, ну, в экспедиции, в фольклорной экспедиции, да, собираем там песни. Вот, и эти песни, которые исполняли когда-то наши бабушки и дедушки, сейчас исполняют их внуки. Здорово. Ну что, Алексей, аплодисментами встречаем тебя. Через речку две дощечки, скоро мост построится. Говорят, жениться надо, лучше в речку броситься. С малых лет я парень храбрый, все как полагается. Но как вспомню я про тещу, ноги подгибаются. Вы, ребята, не подумайте, что спрятаться хочу. Ждет меня моя злодейка, уже свататься бегут. Через речку две дощечки, скоро мост построится. Говорят, жениться надо. Лучше в речку броситься. Отлично. Вот, пожалуйста. Если вдруг раздобудем еще какие-нибудь частушки, отправляйте. Вот, пожалуйста, главный частушечник, я так понимаю, Света Андреевского кадетского корпуса. Скажи, пожалуйста, дорогой наш юный друг, кому, может быть, ты хочешь сказать слова благодарности? В первую очередь хочу сказать своему педагогу Наталье Рафиковне, ну, во-вторых, это родителям, потому что они меня туда привели. Ну, и в-третьих, наверное, себе самого, потому что я и решила заниматься, и я буду до конца. То есть все, цель поставлена. Ну вот, Наталья, скажите, пожалуйста, с какого возраста именно в творческое у вас направление берут ребятишек? Есть ли какие-то ограничения? Нет, у нас нет ограничений, мы берем всех детей, самое главное, чтобы было желание. Если будет желание, значит, все получится. А есть ли такие, кто, как в стихотворении «Огней борто» и «Драм-кружок», «Кружок по фото» есть? Да, еще и петь охота, да. Успевают они? Успевают, успевают, они стараются, и везде успевают. Это ответственные ребята и никогда не подводят. Да, Алексей? Так точно. Так точно, я так понимаю, это уже такое, твой универсальный ответ. Так точно. Так точно. Ну, а вопрос, вот, я так понимаю, Вероника, ты рисуешь в свободное, да, от основной школы время. Да. Входишь ли ты еще дополнительно куда-то, не знаю, языками, может быть, занимаешься какими-то, или что-то еще для тебя интересно? Ну, я изучаю церковнославянский, ну, и также английский язык учу. А вот церковнославянский ты для чего изучаешь? Ну... Что ты на нем будешь читать? Ну, сначала, конечно, для себя, а также... Сложно? Ну, не совсем. Не совсем? Ну, трудности, видимо, есть какие-то. Ну, да, чуть-чуть есть. Рисует старославянский, тут танцы, я так понимаю, музыка, еще и рукопашный бой. И у тебя тоже есть парадная белая форма? Пока нет, но я малая знаменная группа, тоже мне выдадут этот китель белый. То есть это еще нужно заслужить, получается? Да, да. Ну, я так понимаю, тоже, да, двигаешься в этом направлении? Так точно. Так точно. Ну что, друзья, вот он такой духовно-просветительский центр Кириллица, если ваш ребенок, да, как вы считаете, ну, вот подходит по всем параметрам, и вы считаете, что нужно уже с сентября заниматься, я думаю, дорога открыта, приходите за консультациями, все вам скажут, подскажут, направят. Спасибо вам большое за участие в эфире, вам, друзья, хорошего настроения. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!